Владимир Бодров, старший тренер команды ФШМ 2003 года рождения, сразу после победы над московским ЦСКА в 8-м туре юношеской футбольной лиги. Владимир Васильевич, в первую очередь, конечно, с победой. Спасибо. И расскажите о том, насколько действительно по плану складывался этот танцик у вас. Ну, в принципе, по плану. Ну, много черховатостей было именно в первом тайне, именно в центральной зоне. Пришлось произвести замены, к сожалению, будем так говорить, они невынуждены. Ребята как-то не попали, ну, просто не попали в игру, но это бывает. Потому что детский футбол здесь видно, скорее всего, что мозги кипели у них. Закипание мозгов, ну, практически у всей команды, поэтому игра была как больше сумбургой. Во-вторых, чуть-чуть успокоились, перевели в более-менее понятное им самое главное, мне-то да, что-то понятно. И в ихнее русло, как они умеют играть, ну, то, что сложилось, так что-то понятно. Владимир Васильевич, показалось, что в какой-то момент ФШМ даже завладел довольно большим преимуществом. Это действительно так спланировали, что сыграть первым номером, сыграть от себя, или все-таки была задача действовать на контратаку? Нет, ну, мы изначально всегда ставим задачу, чтобы они старались играть, будем говорить, не первым, не вторым номером, а в раннем. То есть и позиционная оборона, которая сейчас в данном случае низкая, очень превалирует в команде. Я говорю, это от кипения мозгов, потому что они не могут проконтролировать ситуацию, именно контроль мяча, не во благо именно контроля, а тем, чтобы быстро перейти из обороны в атаку. Но если эта атака не получается, то сохранение мяча. Как правило, у нас максимум 4-5 передач, которые идут нормально, а потом шестая, она 100%. Уже идет безадресно. Поэтому потери заставляли больше тратить энергии там в зоне атаки. Ну и, соответственно, чтобы обезопасить ворот, приходилось возвращаться назад игрокам. Ну, это лишние, опять-таки, затраты планов, то, что сыграть именно вторым номером на сне. Владимир Васильевич, общий вопрос, себе позволю, потому что все-таки дебютный сезон для ФШМ в юношеской футбольной лиге. Сейчас уже 8 туров позади, очередные набранные очки. Вы как вообще оцениваете вот ту ситуацию, как она сейчас складывается с точки зрения турнирного положения команды? Ну, мы вообще не стояли никаких задач в плане турнира. Мы понимаем, что уровень тех, кто был в целом, в частности, говорим о Зените, о Спартаке, о Локомотиве. Ну, хотя они сейчас там и в низу, в общем-то, находятся. Ну, не в низу, а они же нас. Но дело в том, что все равно уровень тех, кто был достаточно высокий. Нам соревноваться с ними сложно по одной простой причине, что вот даже сильный пример за ЦСКА играл Георгий Мархоли, который раньше играл на ЦСКА. В силу того, что мы никогда не были включены изначально в UFC, в Миша ФЦСКА. И таких примеров достаточно, ребят, там, 2004-й ходили. С точки зрения именно турнира, как футбол, есть простое выражение. Игра расставляется на свои места. Матч – это наш место на сегодня. Спасибо большое, Владимир Бодров. После матча в UFC, в ССКА. Андрей Бухинко, сразу после матча команды 2004 года рождения. Собственно говоря, давайте сразу, наверное, по двум даже командам пройдемся, потому что вы уже здесь же находились на скамейке матча 2003 года рождения. В первую очередь оцените команду 2004 года рождения, потому что, ну, казалось в какой-то момент, что были близки к тому, чтобы встречу переломить, счет сравнять, чего не хватило. Ну, наверное, в первую очередь это стройность и организация игры. Последние, третьи атаки. То есть проходили центр поля. Второй тайм, имели на это реальное преимущество. Ну, они могли вот с полной головой внести до конца. Получался последний паз, это был хорошую позицию, подготовленный. Мы стали торопились, с лишним принимать решения какие-то, рановато, делали передачи, когда еще не готова позиция у партнера. И вот эти моменты, конечно, не получились сегодня. По поводу игры уже команды 2003 года рождения, тоже хочется спросить. В первую очередь, опять-таки, об атакующих действиях. Потому что, ну, как показалось, во втором тайме вообще очень мало чего получалось. И в этой связи такой вопрос у Астанейки. Что все-таки, с чем связано такое небольшое количество запасных игроков? Это здоровье, трава и ничего отличного. Да нет, это есть ряд футболистов достаточно перспективных, которые уже привлекаются выиграть за молодежку, да. Поэтому немножко ограничено, и вот некоторые сдвижки делают. Вот, да, естественно, ребяты в 2004-м, за 2003-й, соответственно, за 2009-й играть в 2005-м. В принципе, в этом нет ничего страшного, и это не выиграет этих там способностей и так далее. И, раз ребята эти находятся в вагоне, значит, они можно выходить и решать задачи. Другое дело, что это получается, когда это не получается. Сегодня, к сожалению, наверное, надо отметить, что немножко эмоционально как-то были, не знаю, то ли не до конца какая-то вера в себя, то ли вот что-то такое со стороны казалось, что немножко эмоций не хватило, какого-то урожая, завода, какого-то определенного. Вот, вот, получается, это в отдаке. По поводу игры команды 2003-го года рождения еще такой вопрос задавал его другим участникам матча. Много желтых карточек в первом тайме, много эмоций, а во втором команды как будто бы резко успокоились. Вот ваш тренерский штаб что говорил в первую очередь? Как раз успокоиться или наоборот завестись, а команда отреагировала противоположной? Да нет, просто первые минуты получились такие достаточно резкие с точки зрения действий, противоборств. Еще бы силенок хоть отбавляй, да, а потом во втором тайме, когда немножко силы безрасходованы, просили наоборот просто оценивать ситуацию более трезво, более холодно подходить к этим моментам. Потом, во-первых, карточки были, да и просто игра немножко по-другому. То есть не как первые минуты, вот это как раз борьба за инициативу, борьба на каждом участке поля. В основном, что проанализирует это все карточки практически в центре поля. В центре поля вот это была борьба, такая уформа именно за инициативу, за центром поля. Ну, так получилось, что иногда бывает этот футбол, в принципе, мужская игра, всегда попадает, иногда отлазывает. Общий вопрос, не могу его не задать, потому что и у одной, и у другой команды ЦСКА возникли проблемы в кондиционной борьбе. Это какая-то тенденция, как с этим бороться и, собственно, есть ли она, может быть, я вот надумал, со стороны просто так кажется? Да нет, в этих двух играх явно она прослеживалась, вы правы, в этом плане работа идет. Не всегда, к сожалению, получается даже в тренировках собрать именно тех ребят, чтобы отрабатывать какие-то моменты тех, кто выходит в составе, потому что некоторые ребята играют в дублирующем составе, опять же на игры отдают, что спускаются к нам. И вот эти моменты, конечно, они немножко так корректируют, но, опять же, это говорит о чем, что надо еще больше работать и убедить. Спасибо большое. Валерий Менько, старший тренер команды ЦСКА 2003 года рождения, сразу после матча 8-го тура юношеской футбольной лиги против ФШМ. Валерий Викеневич, ну, первый вопрос, на самом деле, довольно простой. Что, на ваш взгляд, сегодня не получилось у ваших команд? Ну, получилась концовка, подходы были, но продолжений не было остроты у ваших соперников. Это первое. Второе, конечно, проиграли в переходе из атаки в оборону. Тем более, мы разбирали команду ФШМ, она построена на быстрый ответ на атаки, от обороны и стандартный положение. Мы разбирали, стандартный получили, и плюс получили. Мы успели перестроиться из атаки. Я только что, было включить. Валерий Викеневич, ну, команду, скажем так, сейчас как-то журили, ругали после игры, или все-таки пока такой более спокойный был диалог? Да, спокойный диалог. Объяснили ситуацию, что больше всего, чем третий вариант, что... Желание, если не желание, еще проиграли, конечно, ФШП, с борьбой, если брать эпизоды, то, я считаю, что вечер будет. Как раз по поводу борьбы и эмоций, вот первый тайм получился такой жаркий, горячий, очень много борьбы, очень много желтых карточек, а после перерыва, на самом деле, как будто обе команды немножечко поникли в плане единоборств. С чем это связано? Даже я не могу предположить, с чем это связано. Хотя я думаю, что и комсомарий готов, но... Будет просматривать, будем разбираться. Психология? Ну, а психология что здесь может? То, что пропустили быстрый гол? Ну, я не думаю, если в таком возрасте уже, скажем так, умевать после опущенного мяча, то, в смысле, страшно. А вот то, что желания не хватило, это не удивляет, потому что будем по голове, мы разберемся, потому что в таком возрасте, если нет желания, глаза не горят, то проблематично будет дальше развиваться. Спасибо большое. Семен Столбов, игрок команды ФШМ, сразу после победы на ЦСКА в восьмом туре юношеской футбольной лиги. Семен, ну, в первую очередь с победой, вообще, как оценишь игру, расскажи свое впечатление. Так, ну, что скажу по игре. Первый там, естественно, понравился больше для игроков ФШМ, как мне кажется. Потому что больше было моментов, возможно, да, этим мне понравился больше первый там. Во втором тайме мы забили второй гол, и после чего приняли такое решение больше играть от обороны. Как раз Владимир Васильевич, наоборот, сказал, что второй там понравился, потому что немножечко остудились, после замен вроде бы заиграли получше, как-то не было таких проблем в центральной зоне. Но, на твой взгляд, все-таки первая половина была лучше? В плане организации вторая половина, естественно, была лучше, но вот именно по эмоциям, по ощущениям первый там как-то запомнился больше. По эмоциям, вот как раз мне расскажи, потому что гигантское количество желтых карточек в первом тайме. Это как раз связано с эмоциями, казалось, что просто без удалений не обойдется, а во втором как-то все сникло вроде бы. Ну, в перерыве тренер сказал, успокойтесь, как-то вы очень заряжены, это иногда нам мешало, и мы получали желтые карточки. Но не все желтые карточки, я считаю, были сегодня оправданы, вот, это я именно к суде, так сказать, обращаюсь, вот. Где-то мне казалось, что желтые были, ну, точнее, их не было, так сказать. По поводу соперника, что-то ЦСКА такое продемонстрировал, чего не ожидали, потому что, ну, понятно, готовились к команде, чем-то удивили они? Нет, вполне обычная команда, как и все, я так считаю, КП. Вот, ничем команда мне не запомнилась, вот. Ну, все команды приятно в UFL, как мне кажется, одинаковые. Ну, просто еще где-то играем в разный футбол, как-то у своей какой-то стихии, исполнители и так далее. Другие футболы. По поводу атакующих действий ЦСКА, не могу не спросить, насколько вообще для вас они выглядели опасными, потому что, ну, казалось, что в UFL как-то легко отбирается. Ну, организовали, повторюсь, хорошую оборону во втором тайме, и, в принципе, моментов, да, с UFL было не так много, поэтому играю. Ну, не люблю говорить про чужие игры, люблю все, как-то о своей команде, о себе, вот, поэтому по ССКА это не было. Спасибо большое, Семен Столбов, игрок команды ФШМ. Алексей Сливин, игрок команды ЦСКА 2003 года рождения, сразу после матча против команды ФШМ. Леш, ну, в первую очередь, тот же вопрос, который я задавал старшему тренеру команды, что сегодня пошло не так, что не получилось? Ну, не получилось нормальные атаки проводить. У нас один подкрылся под себя, и за ним два защитника сразу шли, а крайне не бежали вперед. Только в первом тайме в начале так полы забыли, а потом они сели в шесть защитников и в два опорных, очень сложно было забыть. Леш, по поводу такого момента, как желание, Валерий Викенч сказал, как будто в команде сегодня, по сравнению с соперником, не хватало желания. На твой взгляд, действительно ли это так, во-первых, а во-вторых, с чем это может быть связано, что желание будет? Ну, скорее всего, недооценка соперника, потому что мы думали, что, ну, скорее всего, мы думали, что на одной неделе выйдем, мы спокойно сможем играть. Но так не получилось. То есть, пропустили быстро, и потом, ну, быстро забили, и потом опять начали спокойно играть, как будто мы сейчас выиграли. Немножко удивило, как происходили события в матче, потому что в первом тайме очень много фолов, очень много желтых карточек, а во втором вообще практически не было таких единоборств, как в первом. С чем ты это связываешь? Тоже успокоились как-то? Ну, я думаю, да, потому что первый тайм, ну, вначале вышли с желанием, с большим, потом, ну, забили обе команды, и мы очень сильно успокоились, начали спокойно катать, медленнее, перешли не пролючить. И поэтому им даже не пришлось отбирать жесткую москву, потому что мы сами его отдавали. По поводу состава, не могу тоже не спросить этот вопрос. У вас сегодня практически не было альтернативы на самом-то запасных. Тебе насколько комфортно вообще тренироваться в том смысле, что очень много игроков отменяется, кто-то уходит в молодежку, кто-то уходит составом ниже, кто-то, соответственно, пропускает игры. Как в таком положении, в такой ситуации готовиться к вам? Ну, конечно, тяжело, потому что мы там первые три дня, четыре, тренируемся, в семь-восемь человек, а потом на передвигровую приходят, там еще три-четыре есть дубля, и у нас не получается немножко замуж сыграться. То есть это кардинальным образом, да, сказывается? Ну, не кардинальным образом, все равно нужно хорошо играть, в любом случае, но это тоже сказывается. Спасибо большое, Алексей Сливин, игрок команды ЦСКА после матча США.